В эфире информационная программа День города в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. У префектур теперь есть право наказывать автовладельцев за парковку на зеленых зонах. Далевое строительство – игрушка опасная, и рязанские спортсмены продолжают пополнять копилки спортивных наград города. У префектур теперь есть право наказывать автовладельцев за парковку на зеленых зонах. Штрафы составляют от 500 до 5000 рублей. Специалисты будут сообщать в Дорожную инспекцию о машинах, оставленных на газонах и детских площадках. Пространства улиц не хватает для растущего количества автомобилей. С этой проблемой знакомы жители всех крупных городов России. Многие рязанские автомобилисты также столкнулись с этой неприятностью. Особенно она заметна во дворах. Партия «Единой России» подняла вопрос дефицита парковочных мест в городе. В областной приемной была организована дискуссионная площадка, на которой представители городской власти, префектур и общественности обсуждали тему и искали пути возможных решений. Мы пригласили экспертов, которые сегодня, выступив здесь, дадут четкое понимание того, как и путь, как жильцам во своих дворах, руководителям ТСЖ, управляющих компанией, правильно, на основании действующего законодательства, оформить парковки, не нарушая никаких законных норм. Парковать автомобили на газонах. Такой выход из сложившейся ситуации нашли рязанцы. О последствиях эстетических и экологических здесь можно не рассказывать. А вот о том, что нарушители правил парковки наказывают рублем, этот вопрос стоит особого внимания. Парковка у нас территория маленькая, а самая зеленая зона получается большая. Ну, года три назад мы там ее своими силами облагородили под парковку. Вот, и, то есть, вот три года у нас не было проблем с этим никаких абсолютно, пока вот не пришли штрафы. И вот с этого момента мы задались вопросом, что нам надо приватизировать придворовые территории. Там, где земельные участки с собственниками оформлены в собственность, здесь вопрос можно решить гораздо хруще и безболезнее. То есть, собственники принимают решение общим собранием и определяют, какая часть территории может быть использована под парковочные места. Заинтересованным гражданам разъяснили механизм законного оформления территории в общедалевую собственность с целью дальнейшей организации парковочных мест во дворах. При организации парковок рекомендовано соблюдать все санитарные нормы. Управление энергетики и жильческого хозяйства является как раз уномоченным структурным подразделением на данную функцию в полномочии. На сегодняшний день любой из собственников имеет право написать первые заявления без проведения общего собрания. И мы как управление должны будем принять это заявление, соответственно, при формировании уже муниципального контракта, выполнение работы чести и это заявление, в том числе, это татар, с которым будет указано. Для чего это нужно? Ну, прежде всего, это нужно для того, чтобы собственники стали полноправными хозяевами своей территории. Сегодня законодательство дает возможность собственникам фактически не нести затраты по программам и постановке кадастров учетов. Тоже, наверное, большой плюс для собственников именно то, что есть возможность эти работы пофинансировать за счет от бюджета. В ходе дискуссии обсуждались все аспекты парковочной проблематики. Также были озвучены пути ее решения. В ближайшее время будут подготовлены информационные памятки, благодаря которым рязанцы будут знать о том, как им избежать подобной ситуации и, возвращаясь домой, знать, что для их автомобиля всегда найдется место во дворе. Глава муниципального образования Владислав Фролов зачитал текст резолюции к членам фракции «Единая Россия» в Рязанской городской думе с предложением проработать на законодательном уровне вопросы организации парковок. Далевое строительство – игрушка опасная. В нашем городе за последние несколько лет количество долгостроев увеличилось. Виной тому недобросовестные строительные компании. Дольщики жилищного комплекса «Дядьково» уже на протяжении трех лет пытаются добиться от руководства фирмы-застройщика ответа на вопрос, когда же они смогут въехать в свои квартиры. Работы по возведению и ремонту шести домов из восьми запланированных сейчас застыли в ожидании, видимо, чуда. Жилищный комплекс «Дядьково» – этот микрорайон сегодня у всех на слуху. Восемь домов, два из которых благополучно сданы, правда, с большими задержками. Четыре недостроенные, а еще под два дома даже никто не начал фундамент закладывать. Дом, в котором я приобрел квартиру, должен был быть сдан год назад. Ну и по сей день дом не сдан. На данном этапе он представляет собой кирпичную коробку. Мы покупали с сестрой, то есть здесь квартиры две. То есть, как говорится, мы разъезжались, продавали дом, и, конечно, нужно было срочно куда-то вложиться, и срочно, чтобы получить квартиру еще в прошлом году. То есть нам давали определенный срок на жилье, с которым мы должны выехать. Вот, срок прошел, сейчас, как говорится, снимаем жилье. Долгостройно-садовый, долгостройно-зубковый, и, конечно же, кто в Рязани не знает о долгостройно-грибоедово. Все эти проекты – дело рук одного хозяина. Фермозастройщик с легкостью переступает через все ветви власти. Вся запрета закона и свободно продолжает продажи квартир, которые достраивать не хочет. Не успев закончить один проект, компания переключается на другой, средства изымаются из оборота. Руководит компанией не по документам, но по факту – Пономарев Вадим Сергеевич. А не хочет он достраивать микрорайон по той лишь причине, что дольщики сами виноваты. Делают, мол, антирекламу жилищному комплексу. Никто квартиры и не покупают, а деньги в компанию не поступают. Он не намерен брать никакие кредиты, не привлекать никакие средства. И достраивать комплекс никаких гарантий, что он достроит комплекс, не дает. К приезду выездной проверки Министерства строительного комплекса, администрации Рязанского района, здесь на каждый дом организовано было небольшое количество строителей. Как только проверка закончилась, строители все благополучно отправились домой. Сдача домов переносится завидно регулярностью, причем в одностороннем порядке. В каждом доме, а их таких недостроенных, напомним, 6 – 48 квартир. С учетом непроданных, около 100 семей сейчас живут в подвешенном состоянии. Кто у родителей, кто в съемных квартирах, кто у друзей. Разве это дело? Программу такую, да, выдвинули. Ипотека, молодой семье, помощь, я так понимаю, жить им негде, да. Ребенок уже родился. Когда мы покупали, не было ребенка. Сейчас у нас уже ребенку год и два месяца, а квартиры-то нет и нет. Нет, и самое главное, что это за закон, который позволяет обобрать с 8 домов, взять по 2 миллиона рублей и остаться безнаказанным. Мы платим также ипотеку, снимаем жилье. И у нас негде уже жить. Нас тоже выселяют, нам негде жить. Мы везде обращаемся. Власти нас, можно сказать, игнорируют, как можно сказать, поощряют нашего застройщика. Обивать пороги всех возможных и невозможных инстанций – теперь это основное занятие каждого дольщика ЖК «Дядького». А по сути ведь им было нужно всего лишь заплатить и ждать свое жилье к установленному сроку. А получили люди вместо ключей лишь фигу и ту без масла. Завтра в эфире телекомпании «Город» выйдет авторская программа «Объектив», в которой моя коллега Оксана Тебенихина более подробно расскажет эту историю, а также побеседует с самим застройщиком этого жилого комплекса. К другим темам. Необъявленная война, незаживающие раны и невидимое ядовитое облако. И сегодня последствия трагедии на Чернобыльской атомной станции слышны на территории многих стран. В России и в том числе в нашем регионе. Ликвидаторы той аварии, которой проживают в нашем регионе, объединились более 20 лет назад. В преддверии 30-летия со дня трагедии они делятся воспоминаниями. Подробнее Анна Герцовская. Изначально в Рязанской областной общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль» было зарегистрировано 2500 человек. Сейчас с течением времени осталось 1500 ликвидаторов аварии. Люди уходят, но и сейчас остаются те, кто готов делиться опытом, историей с другими людьми. Александр Панкратов – один из тех, кто был на разрушенной атомной электростанции и своими руками ликвидировал последствия трагедии. Делали мы там около всей станции, ров большой насыпной, чтобы при половоде радиация не прошла. Делали фильтры. Этим я занимался где-то в течение, может, месяца-двух. А потом нас послали на крышу сбрасывать уран, графит. На крыше мало времени проводить, процедура занимает две минуты, на крыше вообще 50 секунд. Там тебе по телевизору показывают, что надо сбросить. Выбегаем пятерками, делаем свою работу, потом сигнал, и мы возвращаемся. Уран и графит сбрасывались человеческими руками в разрушенный реактор. Множество людей принимали участие в этой процедуре. Ведь выбежать на крышу станции каждому человеку можно было лишь только один раз, поскольку доза рентгеновского облучения была очень высока. Одевали сначала свинцовые плиты, а потом такая резина свинцовая. Ну, очень тяжелая. Если так вот нагрузить, то килограмм 30 висит на тебе. Ну, и в этом одеянии туда. Так были защищены. Ликвидаторами Чернобыльской аварии считаются и те, кто во время взрыва находился в непосредственной близости к месту происшествия и по долгу службы не смог покинуть зараженную территорию. Юрий Сладков служил срочной службой в армии недалеко от места трагедии. Это все-таки воинская часть, мы же не можем бросить ее. Надо же поддерживать ее в рабочем состоянии. Те, кто остался, занимался обслуживанием воинской части. Некоторые из солдат на пожарных машинах принимали участие в прибивании очень опасной радиоактивной пыли, которая распространялась вокруг места взрыва. Участники ликвидации аварии говорят, что в те роковые дни совершенно не думали о том, какой вред может принести работа в зоне поражения. Поверьте, мы вот два года отслужили, мы должны были демобилизоваться. Какая нам была радиация? А что такое радиация? Это же в апель, ну как, она никак же не ощущается. Никак ничто. И для нас, для молодых ребят, быстрее хотелось домой. Юрий демобилизовался 10 мая. Тех же, кто еще полностью не отслужил свой срок в армии, раскидали по всему Советскому Союзу, потому что воинскую часть вскоре расформировали. Доказать потом, что эти люди являлись участниками ликвидации было очень непросто. В этом, кстати, очень хорошую помощь оказывало как раз объединение чернобыльцев. Многие теперь получили жилье, положенное по закону, живут мирной жизнью и продолжают хранить память о тех, кто отдал жизнь на благо Родине. Какова Рязань глазами туристов? 90% опрашиваемых гостей города сообщили о восторге в связи с посещением Рязани. Остальные 10 указали на пробки и тревожное состояние некоторых памятников архитектуры. Такой опрос провела маркетинговая компания, которая сегодня занимается созданием бренда «Рязань» и концепцией развития туризма в городе и области. Подробнее в следующем материале. Рязань – город с русским характером. Путешествие за красотой и обозначение мужского и женского характеров – таковы три концепции развития туризма в Рязани и области. Сегодня их обсуждали работники регионального туризма и те, кто им интересуется, с маркетологами. Мы анализировали то, что уже на данном моменте есть в Рязани. Мы подробно-подробно анализировали, как воспринимают Рязань сегодня туристы и туристические компании в других городах. То есть тот имидж, который уже сформирован и есть в головах. И что хотелось бы видеть самим представителям тура индустрии здесь и жителям. Что такое «Рязань» для туристов? Такой вопрос был в основе создания идеи позиционирования города. Мы обыгрываем тему многогранности русского характера и Рязани как по-настоящему русского города, может быть, самого русского в этом смысле. «Путешествие за красотой» – таково рабочее название второй концепции. Она подразумевает, что в городе можно духовно обогатиться не только благодаря истории, памятникам архитектуры и природным пейзажам, но и получить заряд красоты в санаториях Солочи и популярных центрах красоты. И третий вариант концепции – это отработка негадуальности мужчины и женщины. Мужская сила и женская душа, потому что есть очень мощная тема, связанная с ВДВ, с историей борьбы с монголатарами, с героями Советского Союза и так далее. И есть вторая тема, связанная с душевностью, уютом, с образом бабы Рязанской, то есть женщина, которая тащит на своих плечах вообще говоря все, но при этом она доброжелательна, она хлебосольна, она гостеприимна. И в городе это тоже очень прослеживается, что есть вот эти две темы. Насколько эти идеи близки к городу, будет обсуждаться в течение двух дней. Сейчас развитие туризма выходит совершенно на другой уровень. Городом разработана концепция развития туризма и в рамках реализации этой концепции разработан план мероприятий по реализации этой концепции. План рассчитан до 2018 года. Значительный потенциал для развития туризма в регионе и выбор бренда города самими жителями – основные критерии успеха, которые видят перед собой специалисты. Рязанские спортсмены продолжают выполнять копилки спортивных наград. На сей раз отличились тайские боксеры, заняв призовые места на Кубке Мужества. Подробности у Натальи Новиковой. В субботу 9 апреля в городе Орехово-Зуево прошел турнир по тайскому боксу Кубок Мужества на призы Дворца Спорта «Восток». Участие в нем приняли более 120 спортсменов. Рязанцы, тренирующиеся под руководством Владимира Печорских, заняли призовые места. 14-летний Александр Никишин занял второе место весовой категории до 60 килограммов. А 13-летняя Анастасия Тарасова весовой категории до 54 килограммов заняла первое место, уверенно победив свою соперницу из Москвы. Соперница попалась на 3,5 килограмма больше, ростом почти на голову выше, но все получилось, я одержала победу. Тайским боксом девушка занимается недолго, всего 4,5 месяца. И это был второй в жизни бой. Разница есть первый или второй раз? Есть разница большая. В первый бой я проиграла, потому что девушка занималась больше и больше накидывала колени. Ну, какие-то плюсы и минусы свои есть, но второй бы удался, и я довольна этим. Спорт был в жизни Насти практически всегда. И по сей день она занимается плаванием. А вот кикбоксинг, в котором тоже успел себя попробовать, променяла. И надо сказать, удачно на тайский бокс. И несмотря на то, что все же считается, что это не совсем женский вид спорта, не разделяет мнение большинства. И уверена, что как минимум в обмен на свои старания получит красивую фигуру и возможность за себя постоять. В основном, кто приходит в этот спорт, ну, отличаются. Вот спортсменки, допустим, я много знаю, и профессиональных на высоком уровне девчонок отличаются фигурами женственными, красивыми. То есть все стройные, подтянутые. И, конечно, я обращал внимание на характер. То есть у всех железный характер, сила воли это вырабатывает. То есть не только в мужчинах, но и в девушках. Ну, а уже совсем скоро, 24 апреля, спортсмены отправятся на первенство России, которое пройдет в Сочи. А уже после майских праздников их ждет объединенный чемпионат центрального и северо-западного федеральных округов, который пройдет в Санкт-Петербурге. На этом у меня все. Далее смотрите программу подробностей и прогноз погоды. Мы прощаемся с вами до завтра и хорошего продолжения вечера. Субтитры создавал DimaTorzok